Дело в том, что вы ничего об этом не знаете. Или другими словами. Вы делаете шаг в абсолютную бездну. Это страх не самой смерти, а отсутствие ясности о ней. Смерть — это другое измерение жизни, которого нет в вашем опыте. Пранам Садгуру Говорят, что страх смерти — это мать всех страхов. Почему? И как можно его преодолеть? Если днем, когда вы можете ясно видеть, я попрошу вас пройти от этого дерева к тому, вы будете идти без страха. Но поздней ночью, если мы выключим все освещение, в самую темную ночь перед Новолунием. Если я попрошу вас пройти от этого дерева к тому, может возникнуть страх. Почему? Потому что вы не видите, куда делаете свой следующий шаг. не знаете, куда вы ступаете. Вот в чем страх. Страх не из-за темноты ночи. Страх из-за отсутствия света. Поскольку света нет. Ваш зрительный аппарат бесполезен. Внезапно возникает страх. Потому что вы не способны понять, куда делаете следующий шаг. Когда дело касается смерти, это хороший день, чтобы жить и умереть. Когда речь идет о смерти, не имеет значения, что вы себе напридумывали. Неважно, сколько книг о смерти вы прочитали, сколько всего вы слышали. Представьте, что в следующий момент наступит ваша смерть. Вы ничего о ней не знаете. Дело в том, что вы ничего о ней не знаете. Или, другими словами, вы делаете шаг в абсолютную бездну. Вы ступаете в измерение, которое не способно постичь. Вы не можете его увидеть, услышать, почувствовать запах, попробовать на вкус, прикоснуться. Это означает, что у вас нет возможности узнать о нем что-либо. страх возникает потому, что вы ступаете во что-то, что не можете увидеть или каким-либо образом ощутить. Это страх не самой смерти, а отсутствие ясности о ней. «Является ли он матерью всех страхов?» Когда мы говорим «мать всех страхов», я знаю, это слово используется по-разному. Например, «мать всех сражений». Это неверное употребление в том смысле, что, когда мы называем что-то «матерью всего», то подразумеваем это как «источник всего» или, проще говоря, «это то, что порождает все остальное». Является ли смерть или страх смерти матерью всех страхов? Порождает ли она все остальные страхи? Дело не в смерти. Причина страха — неизвестность. У вас вызывает страх все, что вам неизвестно и что вы не способны постичь. Смерть является классическим примером неизвестности. Из всего, что вы можете знать и не знать, определенно, смерть — это то, что вам неизвестно. Человеческий ум способен проецировать себя всевозможными способами. Он способен исказить все. Но смерть остается вне сферы досягаемости человеческого ума. Любые размышления об этом неизбежно приведут к неверному пониманию, потому что это попытка понять, исходя из текущего контекста и измерения. Смерть — это иное измерение жизни, которого нет в вашем опыте. Пытаясь понять, вы лишь проведете параллель с тем, что вам уже известно. Поэтому, когда мы говорим о смерти, не стоит пытаться понять ее. Вы можете познать ее только на собственном опыте, а к этому вы не готовы. По крайней мере, этого должны знать. Хотя есть люди, утверждающие, что они воскреснут после смерти вместе со своим телом, Но любой разумный человек знает, что, когда кто-то умирает, тело остается. Потому что тело — это не ваша собственность, а собственность Матери-Земли. Если кто-то воскреснется своим телом, его следует арестовать за совершение экологического преступления. Потому что если все мы воскреснем вместе со своими телами, что станет с этой Землей? Такого не должно случиться. Вся Земля должна возвращаться в Землю. Это абсолютно нормально. Сегодня — это человек, завтра — удобрение. И хорошее удобрение. Расцветут цветы, вырастет манго. Это естественный процесс. Хотя бы после смерти вы обретете сладость. Разве это не прекрасно? Когда человек уходит, он становится манго. «Ага». Так что… Страх даже не в потере тела. Если бы у вас было четкое понимание того, что произойдет после вашей смерти, вы бы примирились с этим, вы бы проверили, как там обстоят дела с размещением. Не так ли? Если там немного лучше, чем здесь, вы бы сказали, почему бы и нет. Вам даже не нужно проверять, индийская там еда или китайская. Так как вы оставите тело здесь, еда вам будет не нужна. Да? Вам не нужно волноваться о еде там, потому что вы оставили тело здесь, и для вас еда больше не проблема. Вам просто нужно проверить условия проживания, как вы там будете и где. Но проблема в том, что неважно, какие истории вы слышали, в последние два-три года в Америке стало модным писать книги о том, как люди умирают и возвращаются обратно. Если они скажут «Мой посмертный опыт», их засмеют. Поэтому они говорят «Мой околосмертный опыт». Околосмертный — это не опыт смерти. Да? Все мы сейчас в околосмертном состоянии. Да или нет? Смерть может наступить в любое время. Она совсем рядом. Если вы живы, значит, вы близки к смерти. Насколько близко — никто не знает. Знает ли кто-то, извергнется ли эта гора сегодня? Нет, извержений не будет. Но гарантии нет. Это прекрасная гора. У нее нет такой плохой привычки извергаться. Но допустим, допустим, она решит извергнуться сегодня. Что делать? Нам нравится жить у подножия горы. Если она решит извергнуться, что мы сможем сделать? Нет. Этого не произойдет. Но то, что вы называете жизнью, является хрупким процессом. Просто вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Следующий вдох не произошел. Ушло. Просто понаблюдайте. Такая хрупкая. Ушла. Да или нет? Очень хрупкая. Чуть что — и ушла. В то же время посмотрите, какая она крепкая. Сколько всего может сделать человек. Но такая хрупкая. И она может уйти. Не думайте, чтобы умереть, вам требуется пулю в голову. Многие пьют воду и... Умирают. Едят лапшу — и умирают. Да? Кто-то просто ложится спать и не просыпается. Да или нет? Каждый день. Не думайте, что каждый день должно случаться землетрясение, или извергаться вулкан, или взрываться бомба. Нет. Просто сидя здесь — люди умирают просто так. Поэтому мы все в околосмертном состоянии. Но есть несколько предпринимателей, которые пишут о околосмертном опыте. И эти книги продаются миллионными тиражами. И хотя было написано столько всего, в момент смерти вы все равно о ней ничего не знаете. Когда вы считаете, что не умрете, вы придумываете самые разные истории. Предположим, вы умрете прямо сейчас. Истории мигом разрушатся. Итак, когда все истории, в которые вы верили, вдруг разрушатся, возникнет страх. Потому что вы не видите, куда делаете следующий шаг. Вы не знаете, что это такое. Так что смерть — это не мать всех страхов. Матерью всех страхов является невозможность почувствовать, что будет дальше. И смерть олицетворяет это переживание. Но в этой культуре вы можете видеть, как люди сами решают, когда умереть. Они выбирают время, садятся и умирают с блаженной улыбкой на лице. Потому что они осознали природу жизни. Если вы знаете природу этого, то смерти как таковой не существует. Смерть — это выдумка. В том смысле, что умирал ли кто-нибудь из вас? Нет, я не спрашиваю об околосмертном переживании. Я говорю о настоящей смерти. Вы когда-нибудь умирали? Нет. Нет. Вы встречали кого-нибудь, кто бы умер и вернулся? Нет. Нет. Вы когда-нибудь видели мертвого человека? Где? Где? Вы видели мертвого человека? Где? Нет, нет. Вы видели мертвое тело. Видели ли вы мертвого человека? Нет. Вы видели только мертвое тело, но не мертвого человека. Так что вы не видели мертвого человека, не встречали кого-то, кто умер и вернулся, и у вас нет никакого личного опыта. Так как же вы пришли к выводу, что умрете? Как вы пришли к этому выводу? Вот почему вы должны посмотреть на природу этой жизни, когда вы живы. Если вы познали природу жизни, но если вы живете с мыслью, что вот это накопленное тело — вы, если вы глубоко отождествляете себя со своим телом, тогда смерть выглядит как конец всего. Но если вы познали на своем опыте, не в своих мыслях, что-то на своем опыте, вы познали что-то за пределами тела, тогда это измерение не будет вас пугать и страшить. Оно будет желанно во многих отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok